Южная Корея подтвердила свой первый случай заражения вируса моспообезьян. Как сообщают в агентстве по контролю и профилактике заболеваний, симптомы проявились у южнокорейца, который приехал домой из Германии. «После проверки двух случаев с подозрением на оспообезьян у одного южнокорейца оказался положительный результат на вирус». Агентство уже повысило уровень опасности в отношении инфекционного заболевания до второго из четырёх возможных. Оно обещает усилить карантин для людей, прибывающих из стран, где выявили много случаев. «Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний настаивает на использовании безопасных вакцин и методов лечения возможных случаев оспообезьян и на их дополнительном внедрении». Ко второй категории в стране причисляют 22 вируса, включая COVID-19, холеру и ветряную оспу. Между тем, ВОЗ должна решить, следует ли объявить растущее число случаев оспообезьян глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Распространяемый штамм вируса относится к менее вирулентному типу, чем тот, который встречается в Центральной Африке. Он пока не привёл к смертельным случаям за пределами континента. Однако его стремительное распространение в развитых странах вызывает большие опасения. Сейчас оспообезьян выявлено в 42 странах мира, только в одной Великобритании случаев уже почти 800. Считается, что большему риску подвержены мужчины нетрадиционной ориентации. Однако пока точно не подтверждено, что вирус передаётся половым путём. Учёные уверены, что заразиться можно при контакте с кожей заболевшего.